Всем привет, ребята, и сегодня мы в видео будем говорить про то, где искать гемы, где искать проекты для фарма байтлистов и про многое-многое другое. В частности, про то, как я провожу ресерч. Опять же, я хочу вам сразу сказать, что я не являюсь топовым каким-то ресерчером, и вообще, в принципе, я не ресерчер. Но иногда мне тоже приходится искать информацию, потому что я веду свой телеграм-канал, поэтому я своим опытом с вами поделюсь. Вот, в принципе, ваши мнения по поводу ресерча могут отличаться от моих, но это нормально, потому что у каждого человека мнения разные. Поэтому, если я что-то рассказал неправильно, пожалуйста, пишите аргументированное мнение в комментарии, мне будет интересно это потом почитать. Все, давайте не будем лить воду, давайте же сразу начинать и будем работать по шпаргалочке. Первое. Почему я не использую сайты-чекеры? Чекеры — это сайты, которые отслеживают появление новых проектов в Твиттере, просто по определенным хэштегам, по определенным критериям, тому же, что, например, у проекта, чтобы был вайт-лист, ну, доступность получить вайт-лист и многое-многое другое. Почему? Потому что данными сайтами пользуется очень много админов, и, в принципе, их можно просто не использовать, потому что мы можем зайти в Телеграм и увидеть ту же информацию, что и на сайтах чекеров, просто буквально там с разницей в пару минут, иногда в несколько часов. То есть, как таковой, от них пользы нету, потому что про них знает очень много людей, и их очень много кто использует. И с таким же успехом вы можете использовать просто поиск по Телеграм-каналам о криптовалюте. Там будет практически та же информация. Вот. Я использую старый, добрый, дедовский способ, а именно Твиттер. Сейчас я буду про это более детально рассказывать. Следующий пункт. Как я ищу гемы? Вот мы зашли в Твиттер, перед нами полностью пустой Твиттер и надпись «Что происходит?» Именно «Что происходит?» «Что писать?» «Что вообще искать?» Мы же не будем в поиске писать «Гем» или «Гемовый проект» или «Проект для фармовой листа». Нет. Нам нужен какой-то запрос, через который мы будем находить проект, который станет гемом. Вообще, обозначение «Гем». Что обозначает? Хороший проект. На что он упирается? Вообще, что должно быть в проекте, чтобы мы поняли, что он хороший, что на него можно потратить время, в него можно инвестировать и так далее. Это уже следующий пункт шпаргалочки, а именно на какие три кита опираются гем. Эти киты я лично придумал для себя и, в принципе, для себя их использую во время ресерча. Первый – это фонды. Фонды, партнеры, инвесторы. Почему? Потому что это деньги. Невозможно что-то хорошее создать, если у вас вообще нет денег. Как в проектах, так и в бизнесе, так и, в принципе, везде. Мы, если хотим открыть бизнес, мы идем, берем кредит, либо полужизни копим и открываем бизнес, который потом умирает. Но это неважно. Также с проектами. Если у вас есть, в принципе, все необходимое, но нет денег, вы, конечно, сможете как-то открыться, но это будет долго, нудно и будет намного тяжелее, чем если бы у вас было пару лишних миллионов от топовых фондов. С этим разобрались. Второе, на что нужно обращать внимание – это команда. И как узнать, команда хорошая или нет. Почему важна команда? Знаете вообще пословицу, что вот дай ему, дураку, миллион, и он его просрот. В принципе, да, это так. Если бы вы мне дали миллион долларов, условно, пять лет назад, я бы его где-нибудь просрал. Вот и все. Поэтому, если команда неопытная, если команда плохая, с хорошими деньгами, у них, в принципе, ничего не выйдет. Но здесь такой небольшой парадокс, потому что хорошие фонды, топовые фонды, которые вложили кучу денег, они не будут их вкладывать в проекты, где плохая команда. Потому что команда приходит к фондам, показывает презентацию, рассказывает, вот про это наш проект, вот он будет такой хороший, такой секой, они должны показать свою экспертность для того, чтобы получить эти деньги. Вот, поэтому, если же на сайте не указана команда, либо она вообще неизвестная, но у них есть хорошие фонды, возможно, это будет тоже гемовый проект, поэтому команду я ставлю на второй пункт. Как узнать, что команда вообще хорошая? Не нужно запоминать там фамилии всех людей, как, в принципе, это делаю я. Я просто нахожу какие-то топовые проекты, не обязательно из меры криптовалюты. Взять, например, Microsoft. Ну, вот просто фирму Microsoft. Взять, например, игру Dota 2. Взять игру CSGO. Компанию Blizzard, компанию Ubisoft, которые занимаются разработкой игр. Мы просто заходим на эти сайты, пишем команда Ubisoft. Смотрим эти тысячи, ну, ладно, не тысячи, десятки фамилий, их потом себе выписываем. И если потом эти фамилии и имена встречаем в проектах, значит что? Значит, в проекте у нас команда Ubisoft. Но обычно это делать тоже не нужно, потому что, если в проекте у нас команда Ubisoft или же Blizzard, обычно они большими буквами это же в проекте пишут, потому что это огромный плюс для проекта. Это люди с огромнейшим опытом, которые знают, что они делают и знают, куда вложить деньги для того, чтобы добиться успеха. Вот, поэтому на это тоже стоит обратить внимание. Если у нас в проекте есть хорошие фанды, например, там, A16Z, Animoca Brand, Alameda Risseurich, тут еще и команда от Ubisoft или от Blizzard, ну, это просто условно. Не обязательно от них. Это только просто все условно. Вообще фанды, команды и так далее я буду называть просто из воздуха. Их очень много, я вам всех просто даже не перезову. Вот. Но нужен еще третий кит, который тоже относительно важен, иногда только на нем можно вытянуть проект. Это идея. Я не смогу вам в голову донести, какая идея хорошая, какая идея плохая. Потому что, ну, их очень много. И вы, в принципе, сами не сможете это понять, я тоже этого не понимаю. Но нужно понимать один простой алгоритм, который работает как и в бизнесе, так и, в принципе, во всех проектах. Для того, чтобы бизнес был успешен, нам нужно узнать проблему, которая у нас есть, ну, вообще у людей. А наш бизнес должен ее решить. Соответственно, так же и в проектах. Если есть какая-то проблема, какой-то факт, который наш проект, ну, вообще не наш проект, а проект, который мы выбрали, сможет закрыть эту потребность, этот факт, тогда он будет успешен. Просто пример давайте сначала из бизнеса, потом из таких проектов. Пример тоже из воздуха. В городе нету помидоров. В каком-то городе нету помидоров, люди хотят помидоров. Вы открываете ферму, где вы выращиваете только помидоры, и все, у вас есть покупатели. Вы ставите свою маржу, вы зарабатываете деньги. Бизнес успешен. В проектах. Есть такой факт, что в мире очень много игроманов. Геймеров, которые любят поиграть. Соответственно, игры CSGO, Dota 2, какие-то Stalker, Call of Duty и так далее очень популярен. Есть ли команда из той же Dota 2, которая создавала ее, из еще каких-то игровых платформ, наберут там 30 миллионов долларов у Alameda, у топовых фондов и создадут Dota 2 на блокчейне, где она будет полностью построена на этой механике. Будут какие-то токены, возможности покупать, продавать карточки, NFT и так далее. То есть это все дело монетизировать. Как вы думаете, будет ли данный проект успешен? Да. Потому что аудитория у Dota 2 огромная. А если им скажут, что вот, мол, есть такая же игра, только на блокчейне, где ты можешь зарабатывать, людей будет просто миллионы. Соответственно, такой проект можно поддерживать, участвовать в активностях, каких-то вкладывать деньги и так далее, потому что это по факту три хита, на которые упирается успешность проекта. Опять же таки, где искать топовые фонды? Этого вам никто не скажет, ну, потому что просто почему вам кто-то что-то халявное будет рассказывать? Вам никто список не приложит. Вот эти топовые фонды, вот эти топовые там условно инфлюенсеры, это топовая команда, это топовые идеи. Нет. Фонды, ребята, ищется легче всего. Обычно это можно делать даже через CoinMarketCap. Обычно это делается через топовые проекты. Ну, как лично я это делаю. Вот смотрите. Например, давайте возьмем проект Stepan. Заходим на их сайт. И что мы видим у них на сайте? Идем вниз. Еще вниз. Нас все не интересует. Команда, кстати, показана, но фамилии я их не знаю, поэтому про команду я ничего рассказать не могу. И вот кто про них, во-первых, пишет. Bloomberg, Forbes, Block, Investing, Binance и так далее. И партнеры. Sequoia. То есть, что это за Sequoia? Во-первых, мы вообще, как понять, что фонд топовый? У нас есть топовый проект, ну, относительно топовая пирамида, которая хайпанула, она достигла успеха. Это успешный проект, можно считать. Поэтому фонды, которые, скорее всего, поддержали этот проект, они что-то знали. И они не просто так вкладывали сюда деньги, и не просто им повезло, а на опыте они вложили в проект, который потом хайпанется. Ответственно, данные фонды хорошие. Sequoia. Проект, который, ну, точнее, фонд, который инвестировал в Microsoft, в интернет, и теперь еще и в Step, и на этом всем очень много заработал. Фонд топ. Filius Ventures. Тоже, скорее всего, хороший. Я его лично не знаю. Solana Capital. Отличный. Alameda Research просто гроза вообще всего рынка. Отличный фонд. Open Space не слышал. DeFi Lens не слышал. Binance. Вот именно если Binance, отличный фонд. Если Binance Smart Chain сеть, ну, такое, в общем, много щитков указывают. И так далее. То есть, вы меня поняли. Вы находите топовые проекты, находите фонды, потом эти фонды просто запоминаете, находите их в Twitter, и потом просто за них следите. С командой я уже рассказал, где ее искать. Идею я вам просто в голову не смогу донести, потому что, возможно, я не знаю, что эта идея топовая, она уже есть. Соответственно, на это и есть идеи. Идеи нужно анализировать потом. Вы находитесь сначала по фонду, по команде, потом смотрите, хорошая идея у проекта или нехорошая, то есть, сами тоже анализируете. На этом не будем задерживаться, идем дальше. Дальше у нас что? Это инфлы. Инфлюенсеры. Каждому. Инфлюенсеры, кто это вообще такие? Это люди, которые рекламируют, ну, каналы, проекты и так далее. Вот я, например, блогер, у меня есть YouTube-канал, у меня есть Telegram-канал, кстати, если вы не знали, ссылочка будет в описании на Telegram-канал. Так вот, я иногда выпускаю какие-то рекламные видео, то есть, перейдем на YouTube-канал, например, RunBlogs, это рекламный обзор. Да, я тоже считаюсь маленьким таким инфлюенсером. Инфлюенсеры, именно в нашем случае, это такие челики из Twitter, которые рекламируют проекты. К ним мы немножко позже вернемся, потому что они уже лучше относятся к тематике white list, поэтому досмотрите это видео до конца, там мы про них более детально поговорим, я расскажу, где их искать, как их искать и так далее. Следующее, это пошагово показываю, как я ищу проекты. Вот вообще, с чего начинается поиск. Мы просто в Twitter, давайте напишем фонд, я люблю искать по фонду, например, Animoca Brand. Заходим на их Twitter. Что мы делаем далее? Мы просто идем в их твиты и смотрим, кого они репостили. Квид, что это такое? Какой-то проект, на котором 23 тысячи читателей, то есть, относительно непопулярный. Заходим, читаем, сразу переводим в описание, что это такое. Оригинальный рынок цифровых предметов, это Marketplace. Теперь смотрите, очень важно понимать, гем. У нас есть команда, у нас есть фонды, у нас есть идея, но что он нам даст? То есть, соответственно, мы от гема должны что-то получить, мы же хотим с этого заработать денег, поэтому либо у проекта должен быть white list, где можно получить, ну точнее, Discord, где можно получить, ну точнее, дискорд, где можно получить дико у него white list до активности, просто какую-то роль и так далее, либо у него должен быть токен, который еще не вышел, либо вот скоро выйдет, либо вот только-только вышел, его можно откупить и заработать в иксах, и заработать иксы, потому что про него еще никто не знает и так далее. Если проект сам по себе хороший, но таких условий он нам не предоставляет, он нам нафиг не нужен. Да, еще как-то можно заработать, но вот лично для себя я вижу, варианты заработка, это либо ихний токен, либо как-то общаться в дискорде с разработчиками, получать какие-то плюшки и так далее. Все. То есть, данный проект нам не подойдет. Почему? Потому что на сайте это просто маркет. Вот как бы вы смогли помочь OpenSea. В данный момент в твиттере они не проводят никаких розыгрышей и так далее. Они просто пьерат свой маркет и в принципе все. Дискорда у них, сколько я понял, нет. Вроде бы нет, на сайте можно найти дискорд, давайте посмотрим. Да, есть дискорд, давайте зайдем быстренько в дискорд, посмотрим, что у них вообще в дискорде. Итак, добро пожаловать на сервер. Что мы видим? Мы видим здесь 6000 человек. Смотрим сразу по ролям, какие они роли выдают. Роботы нас не интересуют. Он верифент, то есть какие-то верифицированные или не верифицированные. Посмотрим еще ниже, давайте. И в принципе все. То есть каких-то интересных ролей они не выдают. Роль мы не сможем никакую получить, соответственно, никакие плюшки мы скорее всего не получим. Смотрим дальше. Никаких гивэвэев, никаких активностей, каких-то амма артов, точнее каких-то фан артов здесь тоже нету. Поэтому скорее всего проект возможно и хороший, возможно гем, но мы с него ничего получить не сможем. Поэтому он нас не интересует. Мы его закрываем. Спасибо, до свидания. Тоже закрываем. Закрываем. Ищем дальше. Коин маркетка популярный уже, криптоком популярный. Ищем дальше. Смотрим. Это не проект. Идем, 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 идем. Это тоже не проект. Forbes не проект. Это какая-то газета, если не ошибаюсь, или журнал. Так, 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 так. Тоже какой-то человек. Phantom Galaxies. Я уже сюда заходил. У них что-то у меня сайт не открывается. Поэтому мне он немножко уже стремный. Я его пропущу. Мета Голливуд. Что это такое? Я, кстати, на него тоже подписался. Он мне, кстати, тоже понравился. Наперед, забегаю. Для начала переводим раздел о себе. Экросистема, сообщество для поклонников и создателей развлечений с эксклюзивными памятными вещами, доступностью и полезностью. Голливуд встречает веб-3. То есть, Голливуд на веб-3. Для начала здесь уже проскакивает идея. Идея Голливуда это, ну, фильмы, какие-то сериалы и так далее. Много людей в мире любят фильмы. Да, огромное количество. То есть, уже, в принципе, аудитория у данного проекта будет. Давайте зайдем на сайт и поймем вообще, для чего он и так далее. Сразу отметим, что фонд Анимоко здесь есть. Это один из топовых фондов. Ну, лично для меня, мне он очень сильно нравится. Поэтому фонды уже, даже какие бы они не были, Анимоко здесь есть. Это, в принципе, главное. Заходим, давайте на сайт. Так, здесь все ссылочки. Я так понял, они на санбоксе как-то основываются. У них там, скорее всего, будет какой-то остров на санбоксе. Либо просто земля. Веб-сайт нас интересует. Дискодит потом. Открываем веб-сайт. Что мы видим? Так, довольно приятный дизайн. Но дизайн это не важно. Ихняя идея. Если я правильно понял, снимаются какие-то фильмы, продаются тикеты и показываются фильмы. Если они смогут реализовать то, что каждый человек, ну, либо человек, который там купил какую-то NFT-шку, сможет снимать фильмы, продавать их за NFT-тикеты и потом показывать, на этом тоже зарабатывать. Это гем, ребята. Потому что каждый, скорее всего, хотел бы себя почувствовать режиссером, создать свой фильм. Либо посмотреть фильмы, которые создали просто люди, не какие-то топовые, промо-креаторы и так далее. Это, на самом деле, интересно даже для меня. Оно, я так понял, объединяет креаторов, создателей, фанов и студию. Это все в одном месте взято. Это такая, получается, экосистема. Для того, чтобы больше разбираться, нужно переводить, ребят, но видео на час я не хочу затягивать. Ну, и тем более уже 4 часа ночи, как бы, я сейчас уже понемножечку засыпаю. У них есть токен. Внимательно смотрим. Давайте посмотрим, токен торгуется уже или нет. Идем на CoinMarketCap. Нет, его даже еще нету. То есть, соответственно, в перспективе мы уже знаем, что проект хороший, у него хороший фонд, у него хорошая идея. Команда здесь вроде бы не показана. Либо нужно искать где-то вайтпайперы. Хотя нет, ее там и не будет. Вот, контактас. Сейчас посмотрим. Нет. Команды здесь не видно. Но про то, что я говорил, что, скорее всего, хорошие фонды не будут инвестировать в проект, у которого плохая команда, либо просто неопытная команда. Токен, который в перспективе можно будет откупить. Про него никто не знает, мы про это узнаем, потому что проект хороший, фонд хороший. И можем откупить потом, заработать иксы, потому что проект будет развиваться, а мы будем как первопроходцами. Дальше идем. Сайт, в принципе, нас заинтересовал, все отлично. Идем в дискорд. Открывается, что мы здесь увидим. Здесь у нас 15 тысяч человек, то есть относительно немного для дискорда. Хорошего дискорда, я имею ввиду. Смотрим по ролям. А лист. Опа. Что это за роль? Что она дает? Пока что неизвестно. Ну, нужно читать там какие-то обновления и так далее. Я в этом просто не разбирался. Но он уже дал ему какой-то билет. Я так понял, это у всех, да? Нет, не у всех. Это какая-то роль, которая, скорее всего, что-то потом будет давать. Какие-то, возможно, билеты, какие-то возможности, плюшки и так далее. А лист, это, конечно, хорошо. Следующая роль. Так, суперфан, суперфан. И есть обычный фан. То есть, это тоже роль, которая тоже за что-то дается. Скорее всего, за какие-то фан-арты. Да, фан-арты. Вы присылаете арт, вам за это могут выдать роль. А роль обычная, это плюшки, это деньги и так далее. То есть, какие-то раздачи они проводят. Какого-то доллара, я так понял, с 95-го года. И, возможно, не разобрался правильно. Какой-то золотой слиток. То есть, какая-то движуха происходит, и людей относительно немного. Особенно важно понимать, что людей из СНГ, которые обожают халяву, тоже немного. Мы можем залетать первыми и тоже забирать плюшки. Вот, в принципе, и все. Мы нашли проект, в котором есть хороший фонд, хорошая идея. Относительно маленькое количество людей про него знает. В нем нету СНГ, скорее всего. Ну, команда здесь, да, не показана. Но, в принципе, тоже не страшно. Вот и все. То есть, вот мы буквально за несколько минут нашли не гем, потому что я еще не более глубоко изучал. Тут нужно все переводить, читать вайтпейпер и так далее. У нас на это пока что времени нет. Но, в принципе, основы вы, надеюсь, ребята поняли. Поэтому переходим дальше к нашей шпаргалочке. Гем, который я нашел в Твиттере и выложил в Телеграм. Да, сейчас будет такая небольшая рекламка. Заходим в мой Телеграм-канал и что мы видим? Так, сегодня у нас какое? 17 число, 17 июля. 15 июля я написал про то, что я нашел гем в Твиттере. Да, я тоже полазил по Твиттеру и нашел гем. Почему гем? Потому что, знаете, по типу учись и зарабатывай от Бинанса, то есть, где вы за то, что подвечали на вопросы, квизы, викторы, ну и так далее, вы можете получать какие-то токены. Минус в чем? То, что про это знают очень много людей, это раз. И второе, то, что для вывода обычно нужен куз. Я же нашел проект, который платит по 7-8 долларов, там в токенах проекта, которые уже торгуются, их можно продать, правда они проходят через 2-3 дня, но их можно продать за выполнение обычного квиза, который проходится там за 15-20 минут, я еще и ответы выложу. Если, ребята, у вас нет времени, либо вы не хотите искать гемы, либо в этом вообще ничего не понимаете, но хотите иногда их у себя видеть, можете подписываться на мой Телеграм-канал, ссылочка будет в описании. Там я иногда, не всегда, когда мне лень, когда у меня есть мотивация, я выкладываю вот такие вот гемы, которые, прям гемы, которые вообще никто не писал, я его прям первый Телеграм запостил, его начали все репостить, за это админом всем спасибо большое, всех люблю. Вот, мы переходим дальше, рекламная пауза у нас прошла. По шпагалочке у нас проекты для Грин ДВЛ. Тут немножечко по-другому, да, потому что гемы кто-то интересуется только ради гемов, то есть вообще как просто, в принципе, хороший проект, а кто-то интересуется ради проекта, где можно получить вайт-лист и потом слить, флипнуть на девочку из суши. Где же искать такие проекты? В принципе, можно тоже использовать сайты-чекеры, но в этом у меня не очень много опыта, поэтому я буду рассказывать про то, где у меня есть опыт. Первый вариант для поиска проектов с ИВЛ, это Телеграм-каналы. Как бы это сейчас тупо не звучало, да, мы просто подписываемся на 50 Телеграм-каналов, можно СНГ, можно не только СНГ, и просто следим, потому что там обычно появляется информация про новые проекты с вайт-листами, достаточно ее много и достаточно она часто появляется, и там проекты достаточно хорошие, слишком много достаточно, правда? Минус в том, что об этом узнают очень много людей, соответственно, конкуренция вырастает, и, соответственно, цену потом сливают, потому что у нас СНГ-флиперы, это, конечно, блядь, все. Второе, это то, что обычные каналы постят информацию про вайт-лист, когда его достаточно тяжело получить, когда там уже много людей, про это уже все говорят и так далее. Вот, в этом, соответственно, конечно, минус, но и в том, что все друг у друга пиздят информацию, извиняюсь за маты, но это как бы ралли и Телеграм-каналов. Второе, это поиск через ОТС. ОТС это площадки, где и покупатели находят продавцов, а продавцы находят покупателей на различные услуги. Те же аккаунты там в Телеграме и так далее, те же вайт-листы и многое-многое другое. Как же там что-либо искать, в нашем случае это вайт-листы. Мы переходим в Телеграм-канал, давайте зайдем на моё ОТС, желательно использовать ОТС покрупнее. Идем в поиски, пишем такие вот буквы непонятные. ВТБ, что означает ВТБ? ВТБ это хочу купить. И ВЛ, то есть хочу купить ВЛ. И смотрим просто в поиске. ВТБ, НГД на 10 долларов, не интересует. ВТБ от Турки, 150 баксов, интересно, но их здесь мало. Возможно просто потому, что у меня здесь мало участников. Вот, идем дальше, что-нибудь поинтереснее. Так, Бэнкс, если я правильно читаю, 110 долларов от этого же человека. Потом 40 долларов, так-так-так-так-так-так. Ну и в принципе, какие-то еще Мэмэланд, кто-то очень сильно хотел купить Мэмэланд. Так, Дэгганс Випперс и так далее. Ну давайте остановимся на Бэнксе. Вот мы увидели, что человек хочет купить Бэнкс. Мы берем название проекта, копируем, идем в Твиттер, закидываем сюда, находим проект Бэнкс NFT, смотрим, все читаем, заходим в Твиттер, заходим в Дискорд, выбиваем байтлист и все. В принципе, мы его загриндили. Плюс в том, что мы знаем, что есть покупатель, особенно если таких заявок очень много. То есть мы, если его выбьем, мы его сможем продать. Минус в том, что обычно ВТБшки появляются на рынке после того, как проект начинает хайповать. Соответственно, когда в нем уже много людей и когда вайтлист получить довольно-таки тяжело. Потому что зачем человеку писать «хочу купить», если он может сам получить вайтлист, там, условно за 15 минут. Нет, он будет писать «хочу купить», если получение будет довольно-таки сложным. Из-за сложности этот способ тоже такой себе, ну, на пятерочку из десяточки тянет. Да, потому что мы знаем, что продать мы его точно сможем. И третий способ, про то, что я говорил, мы к нему вернемся, это инфлей в Твиттере. Инфлюенсеры. Минус в том, что вам никто никогда, нигде не скажет, не покажет список инфлюенсеров топовых, которые рекомендуют только классные проекты, потому что это информация, информация это деньги. Вот, а деньги вам никто просто никогда не отдаст. Но сейчас бан, добрый бан, вам расскажет небольшой такой лайфхак, как, в принципе, инфлюенсеров можно находить. Мы смотрим проект Banks NFT, популярный проект, 200 тысяч читателей, его все хотят купить, спрос есть. Что мы делаем дальше? Смотрим их не и твиты. Идем ниже, 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 ниже. Так, это просто какой-то пользователей, 300 писать читателей. Что мы тут видим? 191, здесь 108, какой-то аудос 79, какой-то таки 2,5, ну, такой себе. И вот, Кризи 8 ЕТХ. Вот эти обычные ЕТХ, это обычные инфлюенсеры. Давайте на него зайдем, посмотрим. Первый стиль, я сделал себе. Бывший инженер, стремящийся стать цифровым кочевником. Я увольняюсь там с чего-то, с чего-то. Но давайте посмотрим его посты. Смотрим прикрепленный пост, закрепленный. Он тоже отмечает какой-то проект, где скорее всего, давайте посмотрим. В стиле гоблинов, конечно, которые недавно хайповали. Так, у Pansira, у них есть какая-то коллекция. А если есть коллекция, значит был когда-то вайт-лист. Да, у которых есть коллекция на эфире, значит у них был вайт-лист. Соответственно, это скорее всего был инфлюенсер, который продвигал данный проект. Как искать инфлюенсеров дальше? То есть цепочка такая пошла. Мы через этого инфлюенсера, которого мы нашли через Beings, мы нашли уже второй проект. Вот эти вот птички. Идем птичек. Смотрим ниже, кто их пиарил. Первый какой-то пират. 800 читателей не интересует. Второй Фред. 56 тысяч читателей. Смотрим, про что он пишет. Так, о себе. Посоединился к этому пространству и так далее. Для бизнеса, промо и коллабораций. Бах. Он сам написал, что он инфлюенсер и по факту. Что мы делаем? Мы смотрим его посты. Так, идем ниже, 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 ниже. Хопа, кого-то ретвитнул. Ретвитнул, скорее всего, реклама, тем более там какой-то конкурс. Смотрим данный проект. Хоп, мы уже через двух инфлюенсеров, то есть по такой цепочке, нашли еще один проект, где можно получить вайтлист. У нас здесь прямо прикреплен дискорд. Скорее всего, потом вайтлист на залутание вот такой вот NFT-шки. Хорошая она или нехорошая, это мы уже поймем потом. В чем минус данного способа? В том, что вы можете залутать миллион ВЛ-ов, но их, возможно, никто не купит. Потому что вы же не знаете, топовый ли это инфлюенсер. И будет ли интересен этот проект потом. Да, вы будете просто находить проекты, в которых будут вайтлисты. Минус, это вот этот глобальный, который я отношу, поэтому новичкам будет легче просто находить проекты через ОТС или через телеграм-каналы. Но плюс в том, что этим методом пользуется очень мало людей. Обычно один-два человек, ну, относительно пару человек, которые находят хорошие вайтлисты данным способом, публикуют у себя в телеграм-канале либо в випках, это все сливают и разлетаются в телеграм-каналы. Поэтому, соответственно, если вы хотите быть первопроходцами, вам придется тратить свое время и искать проекты вот таким способом. Все, ребята, на этом я видео заканчиваю. Я надеюсь, оно вам было интересное. Оно было, главное, познавательное. И вы приняли, впитали какую-то гору полезной информации. Поэтому, если вам видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. Ну, либо дизлайк. Но вы все равно не увидите, сколько я здесь находится. Подпишитесь на канал, пишите комментарии, мнение, что я сделал не так. Если все так, напишите спасибо. Поддерживайте меня, пожалуйста. Вот, и можете подписаться, в принципе, на мой телеграм-канал. Все, ребят, всем пока, всем удачи. А мне спокойных снов, потому что я сейчас иду спать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok